Уважаемая Екатерина Егоровна, ещё один маленький цитат из вашего письма. У дорогого моего мужа самая маленькая болячка. Это диабет второго типа. Ну и так далее, и тому подобное. Но недавно, но недаром живём по правилам. Кто, если не ты, помоги себе сам. Вы же нас пинками, терпением, повторами влаживаете в нас информацию, чтобы нам, нам, нам жить, а не существовать. Это вы абсолютно правы. Единственное, вашему супругу я могу посоветовать использовать постоянно практически сахарозаменитель. Недорогой, недорогой. Трава, которая называется стевия. Стевия. Вот эту травку, пожалуйста, не забывайте. Это очень-очень хорошо. А так, уважаемая Екатерина Егоровна, проблема вся в том, я не смогу взять на себя обязанность следить за тем, что происходит с вами. А, к сожалению, великому необходимо следить за тем, что происходит. Потому что, ещё раз повторяю, если я вам дам более тяжёлую программу, будут обострения, и обострения могут кончиться тяжело. Поэтому, пожалуйста, лучше под наблюдение врачей, какими бы они ни были. Извините, пожалуйста, по поводу писем. Друзья мои, понимаете, вряд ли кто-нибудь из вас мне объяснит, как поступать мне с вашими письмами. Я их получаю от Сахалина до Калининграда, от Крайнего Севера до Крайнего Юга. Плюс все бывшие советские республики. Из Казахстана, из Туркмении, из Узбекистана, из Белоруссии. Отовсюду. Как мне быть с этими письмами? На сегодня я остался один. То есть, чем вот тут очень интересно написала в своём письме, заключая письмо. К вашим советам очень даже прислушиваемся. Как спасательный круг утопающим. Спасибо, что вы есть. Но вот такая вот вещь. Понимаете, единственное, что я могу, да, я получу письмо, да, я получу информацию, да, я получу, в очередной раз узнаю, чего более всего не хватает человеку. Да, это так. Но, к сожалению, великому, нынешние, как называется, добродетельные те фонды, которые занимают социальной помощью, это бизнес. Это тоже бизнес. Понимаете, на котором растут люди. И строятся капиталы на добровольных пожертвованиях. Это на самом деле так. Так что, решайте сами, как вам жить и чем. Извините, Екатерина Егоровна, вот то, что я смог, я ответил вам. Ну, а теперь я готов отвечать на ваши вопросы. У нас ещё с вами уйма времени, 21 минута. Ага, здравствуйте, Анатолий Ефимович. День добрый. Здравствуйте, Анатолий Ефимович. Это вам позвонила Татьяна Васильевна из Терми. Да, Татьяна Васильевна. Мне 65 лет, я уже года 4 слушаю вашу передачу. А вот 3 года назад мне удалили золотой пузырь. И у меня сейчас начались проблемы с желудком. Почти постоянно испытываю боли. А вот делаю ФГС, и оно показывает, что у меня скапливается очень много желчи и слизи. Вот не выскажите, каким образом мне можно её в домашних условиях уменьшить её количество и как-то предотвратить её образование? А скажите, пожалуйста, что у вас с кишечником? Я не делала никаких обследований, но в туалете я хожу регулярно, и стул нормальный. И стул нормальный. Что вы кушаете? В общем-то, после удаления золотого пузыря я стараюсь придерживаться строгой диеты. Почти постоянно пью овсяный кисель, по вашим рекомендациям, или просто завариваю овёд. Пытаюсь питаться многократно, где-то раз в пять-шесть в день. Вы знаете, это замечательно. Что вы кушаете? Мясо, рыбу, что? А нет, я тут посчитаю курицу, и делаю запеканки всевозможные, жарю. Татьяна Васильевна, Татьяна Васильевна, скажите, а курица не мясо? Мясо. Но в ограниченном количестве, только в обед и не больше. Да вы не извиняйтесь, вы должны есть мясо, потому что, понимаете, какая штука, повышенное количество желчи отделяется и поступает в двенадцатиперстную кишку тогда, когда у нас с вами, ну, организм требует мяса. Вы масло едите? На завтрак, да, обязательно. Обязательно. Сколько? Ну, вот сколько можно на кусочек батончика намазать, не больше. А сколько надо? Ну, 50-60 грамм, не больше. Яичницу едите? Нет, я предпочитаю отварные яйца, я как-то жареное стараюсь они употреблять. Понятно. Сало вы не едите? Нет, не едите. Очень жалко, а очень жалко? Постоянно, постоянно раздраженный кишечник, у меня там эрозии в пищеводии, вот, ну, я пока... Господи, объясните бы мне, Татьяна Васильевна, эрозии в кишечнике, ну, какое отношение к эрозиям имеет сало, ну, а какое? Ну, какое? Не знаю. Есть вы должны все, понимаете, все. Ну, вот мне болевой синдром не дает, в общем-то, практически вообще ничего не дает. Где болит? Где болит? Болит в пищеводии и в желудке. В пищеводии и в желудке? У вас изжога каждый день? Я ее не чувствую, но у меня такое ощущение, что у меня болит горло. Простите, ради бога, у вас болит горло или у вас изжога? Нет, у меня, я консультировалась с терапевтом, она говорит, что это из-за того, что у вас вот запрос желчи постоянно идет, и поэтому раздражается пищевод. То есть у вас это называется рефлюкс-изофагит? Да, да, да. То есть гастро-рефлюкс, гастро-изофагит, то есть между 12-перстной кишкой и желудком у вас существует отверстие, правильно? Да. И вот это отверстие не смыкается, поэтому у вас через него все время желчь поступает. У вас не в отделении желчи дело, не в количестве желчи. Не в количестве желчи, а у вас кишечник не дорабатывает, он должен пропустить дальше, дальше вот этот кусок, который переваривается. Он говорит, что у вас происходит, у вас поступает двойной удар, у вас содержимое желудка, то есть кислота, постоянно поступает в 12-перстную кишку. И, соответственно, вызывает немедленно, вызывает поступление желчи в 12-перстную кишку. Иначе не бывает. И получается так, что какие бы лекарства вы ни пили, что бы вы ни делали, эта ситуация все время сохраняется. Понимаете? Да-да. Значит, нам нужно с вами реабилитировать и привратник. А привратник это у нас с вами жжем мышца. Который тогда, когда нужно, открывается, и когда нужно, смыкается, закрывается. И тогда у вас все процессы идут постоянно. Вот понимаете, а так, если у вас все время привратник открыт, то у вас всегда будет вот эта ситуация. С ней практически ничего сделать нельзя. Так устроена природа человека. Понимаете, привратник закрыт, соляная кислота в желудке, обрабатывается пища, открывается привратник, это обработанная пища, кислая, поступает в 12-перстную кишку, выбрасывается желчь, гасит кислоту. И дальше уже, в слабо-кислом варианте, идет пищевой комок дальше. Почему у вас и появляются, из-за того, что этот привратник открыт, все постоянно, у вас и появляется ощущение боли. Понимаете? Эрозии и прочее. Вот от чего. Поэтому вы лекарства можете пить сколько хотите. Понимаете, самый простой вариант, вот в этой ситуации, самый простой вариант, четверть чайной ложки соды каждое утро. Чайная ложка соды. Натащак, да? Да, конечно, с водой. Угу. Вначале развели четверть чайной ложки соды, в третье стакана, в полустакане воды выпили, а через пять минут, еще пять-десять минут, еще стаканчик воды. Чистый, без ничего. Ну, я вот каждое утро пью стакан воды теплой с лимоном и с чайной ложкой меда. Голубушка. Да. А зачем с лимоном? Ну, вот все в немножечко как бы вот настроили. Понимаете, какая мед и лимон, мед, кто это вам сказал? В интернете вычитала. Понятно. Ну, вы в интернете бы и лечились, чего в СААД звоните? Нет, Анатолий Симович не помогает, поэтому я... Ах, не помогает. Ну, знаете, одна баба сказала, рецепты одна из, знаете, по принципу одна баба сказала, очень хорошие. Анатолий Симович, вот болит, поэтому и кидаешься... Понимаете, что вы делаете? Понимаете, что вы делаете? Угу. Вы, лимон и мед, это мощнейшее желчегонное. И вы, прежде чем завтракать, вам ведь не надо пить желчегонного, у вас и так там желчь поступает постоянно. Зачем? Вам доктор не объяснил разве этого? Нет, не объяснил. Доктор только лекарства выписывает. Вам категорически нельзя... Утром можно только то, что я сказал, понимаете? Угу. Почему так? Потому что сода, сода гасит лишнюю кислоту. Причем лишнюю кислоту не по желудку, а по кишечнику. Потому что вот сода, вот малое количество соды вместе с раствором, с водой, очень быстро проходит по желудочно-кишечному тракту. Это, по сути, как поливальная машина. Вы запускаете ее в внутрь самих себя. Понимаете? Да-да. И вот лишнюю кислоту нейтрализует. То есть, восстанавливает относительный баланс кислоты и щелочи. Ка-щер, кислоты-щелочное равновесие. Относительно восстанавливает. Понимаете? После этого вы выпиваете просто стакан воды. Который не требует ни закисления, ни защелачивания. И стакан воды этот чистый, без лимонного сока и без меда. Понимаете? Он-то и приводит дальше в порядок ваш кишечник. Успокаивает ваши эрозии, язвы и то, что у вас там происходит. Понимаете? И через 20 минут, тогда, когда вы завтракаете, у вас уже пища приходит в желудок в более-менее нормальном виде. То есть, она приходит в нормальном виде. Она себя более или менее прилично чувствует. И не сразу поступает в 12-перстную кишку. Вот в чём дело. Потому что это очень трудная ситуация. Трудно восполнимая. И восполнить её можно. Но месяца за полтора не меньше. Если вы каждый день, животом, вот так, этой вот областью, вот, да, прямо из-под грудной клетки на уровне диафрагмы. Да, да, да. И ниже пупка на три пальца. Эппликатор Кузнецова. И на него вот этим местом ложитесь. Это очень неприятно. Да я пользуюсь каждый день эппликатором, только на спину ложу его. Ой. Я рассказываю, как надо, вам. Да, да, да. И по одной простой причине. То, что вы ложитесь на эппликатор, замечательно. Понимаете? Но у нас, у человеческого организма, человеческий организм живёт в прямом и обратном направлении. Потому что есть сигнал от вашего кишечника, от вашего привратника, который идёт в ваш мозг через позвоночник, о том, что здесь неблагополучно, что-то надо предпринимать. Этот сигнал проходит назад, к мозгу, а мозг принимает решение, что вот принять это, да, поступает кислота, усиливается выброс желчи. Поступает желчи, усиливается выброс кислоты. Вот что делает ваш организм. И он прав, он действует по своей программе. Тогда, когда вы ложитесь на эппликатор Кузнецова, вот так вперёд, ваш мозг начинает воспринимать вот эппликатор Кузнецова в обратном смысле, в обратной информатике. Начинает воспринимать этот самый эппликатор как инструмент борьбы с тем нарушением, которое есть у вас в желудке. Понятно? В привратнике. Да-да. Вот в чём дело. Поэтому вы лежите, пожалуйста, на этом самом, ничего кроме пользы не будет. Но ещё дополнительно, полежали, хорошо бы, конечно, это одновременно делать. То есть так, как кладётся эппликатор Кузнецова, сон на животик, сверху груз, очень такой приличный, это не пёрышко от курицы на этот эппликатор, а это так килограмм, килограмма четыре, пять груз должен быть распределён вот по этой части. И вот так лежать. Вот тут идёт, вот тут идёт настоящая внутренняя работа нашим, тем самым, почему я начал говорить, что посмотрите главу в книжке Залматова, это таинственный центр регуляции, который до сих пор никто не знает, где этот центр у нас есть и его роль. Никто не понимает. Понимают, знают врачи, всё знают, биологи знают о том, что у нас такой центр организации всей нашей жизни есть, но где он, никто не знает. Но нам надо знать, где он находится, нам надо, чтобы он работал. А работать мы его можем вот в такой ситуации, когда мы ему даём информацию, одну и вторую, из которой, которую объединяя, он начинает исправлять те ошибки, которые возникли в теле. Понятно? Да, Анатолий Федорович. Лекарство ваше здесь ни при чём. Выкиньте, к чёртую мать, лимонный сок с мёдом. Это замечательная вещь. Замечательная. И я сам довольно часто советую, перед тем, как, так сказать, завтракать, попить холодные водички с лимоном и с мёдом, или выпить чашку кофе с мёдом и с лимоном, тоже очень вкусно, без молока, без ничего. Я сам часто советую, потому что сегодня огромное количество людей, у которых, к сожалению, отделение желчи ослаблено. Не хватает. Не хватает, чтобы всё отработало. И поэтому, так сказать, задержка из пастика по желчеводящим путям, прочее. Я советую, этот рецепт даю. Понимаете? Но вам-то зачем? Вам одна баба сказала, что это хорошо, вы в интернете вычитали. А вы разобрали, что с вами? Ведь помните, я с самого начала говорю, прежде чем чего-то делать, надо точно знать, что с вами. Понятно? Да-да. Анатолий Ефимович, а вот у меня после операции образовалась геопогрупальная грыжа пищевого отверстия. Вот это не может способствовать ещё утилизанию болевого синтеза? Может. Может, да? Но это вопрос не ко мне, это вопрос к вашим врачам, которые делали операцию. Ну, они своё дело делали, зашили, а... Вы меня простите, ради бога, они своё дело не сделали. Ну, я понимаю, ну, а теперь как, разрезать... А теперь выживите. А теперь выживите. Ну, это, получается, не жизнь, а в учении. Понимаете, вот поэтому я и говорю, что, как это называется, проще, извините ради бога, последить за собой, за своей едой, за тем, что ты ешь по отношению к вашей печени и желчному пузырю, чем идти на операцию, которая неизвестна, чем закончится, к сожалению. Понимаете? Мне очень вас жаль. Пожалуйста, ну, вот таким вот образом попробуйте. Начнёте делать, я не скажу, что сразу, но где-то через месяц, через месяц у вас начнёт нормально работать ваш желудок. Вполне возможно, секунду, вполне возможно, что и эта грыжа пропадёт. Может быть. Обязательно используйте костный бульон. Суставный, суставчиков, костный бульон, обязательно используйте. Анатолий Алексеевич, а вот можно мне сульфатом магния чистить организм? Можете. Вот как вы рекомендовали два раза в неделю? Конечно. Потому что я пытаюсь пить ноосмектин, нет, у меня боли. Боли, боли, боли. Я не могу никак вот... Понимаете, если у вас сильная эрозия, секунду, дослушайте меня, если у вас сильная эрозия, если у вас там язвы, если у вас, так сказать, ещё какие-то нарушения слизистой желудочно-кишечного тракта, надо посмотреть, что за нарушение, понимаете? Потому что, к сожалению великому, это соль. А соль раздражает. И меня сейчас, так сказать, я не врач, слава богу, но врачи меня сейчас через губу будут говорить, вот, посоветовал, а у неё там боли и всё. Могут быть боли? Могут быть. Но для того, чтобы выполнить вот эту программу по очищению сульфата магния, нужно много пить. Обязательно. В этот день, да? И перед тем, в этот день, не только в этот день, вообще полтора литра воды в день надо обязательно. А это я прикидываю. И в этот день, перед тем, как выпить соль магнезии, надо, по крайней мере, выпить стакан, чётко стакан воды, и на этот стакан воды выпить соль магнезии, и очень быстро начинать пить дальше, понимаете? Вот это важный очень момент. Боли могут быть. Спасибо, Анатолий Ефимович, извините за беспокойство. Да, простите, ради бога, но чем смог? Я думал, что вам доктор, ваш доктор прекрасно себе объяснил, что у вас там за проблемы. Вот что, таблетками-то не поможет здесь. Объяснить, объяснил и выписал 18 наименований препаратов. Сколько? 18. Ой. Газ-пенцировок. Извините меня, извините. Извините меня. Он очень грамотный, наверное, хороший специалист. Наверное. Татьяна Васильевна, я благодарю вас, извините, пожалуйста, но в наше время заканчивается уже две минуты, поэтому всего вам доброго, до свидания, до встречи через неделю. Спасибо.